Мы с вами рассмотрели процесс градиентного спуска, как он происходит и что нужно для того, чтобы его осуществить. Чтобы его осуществить, нам необходимо знать производную функции потерь по всем параметрам нейронной сети. Иными словами, для того, чтобы осуществить процесс градиентного спуска, нам необходимо знать, в какую сторону и насколько нужно крутить ручки черного ящика для того, чтобы улучшить функцию потерь. Итак, какие ограничения накладываются на функцию потерь, чтобы мы могли при помощи этой функции потерь обучать нейронную сеть? Во-первых, функция потерь должна быть дифференцируемой. То есть мы должны при любых параметрах уметь вычислить производную лосфункции по всем параметрам нейронной сети. Однако, если, например, в какой-то точке или в каком-то небольшом множестве точек, множестве точек меры 0, например, производная не определена, то можно ее доопределить для того, чтобы мы могли вычислить производную в любой точке. Во-вторых, производная функция потерь в каком-то достаточно большом множестве точек должна быть равна не нулю, а какому-то значению. Дело в том, что если производная функция потерь будет равна нулю практически во всех точках, то это означает, что практически во всех точках такая функция потерь будет неинформативна. Она нам не будет говорить, в какую сторону нужно подстроить параметры для того, чтобы нейронная сеть лучше решала поставленную перед ней задачу. Именно поэтому функция потерь. Точность – это плохая функция потерь. При помощи этой функции потерь мы не сможем ничего обучить. И именно поэтому в задачах регрессии, то есть в задачах восстановления какой-то зависимости, используют функцию потерь, которая называется средний квадрат ошибки. В чем дело? Вот у нас функция средний квадрат ошибки. Возьмем производную от этой функции потерь по выходу из нейронной сети. Производная по выходу из нейронной сети функция потерь средний квадрат ошибки будет равна минус 2 делить на n умножить на y и t минус y и t с волной. Где y и t с волной – это то, что нам выдала нейронная сеть в качестве ответа, и y и t – это то, что она должна была выдать. Это метка, которая была нами померена ранее для этого объекта. Таким образом, практически при любых параметрах у нас получится какая-то ненулевая производная. Кроме тех случаев, когда мы идеально решаем нашу задачу. Именно в этих случаях производная будет равна нулю, потому что все вот эти компоненты будут равны нулю. Подытоживая, можно сказать, что следующие ограничения накладываются на функцию потерь. Во-первых, функция потерь должна быть в большом наборе точек дифференцируемой. И во-вторых, функция потерь должна быть в большом наборе точек не равной нулю. В этом случае мы сможем как-то обучать нашу нейронную сеть. В ином случае, если у нас практически всегда производная будет либо неопределена, либо равна нулю, в этом случае мы не сможем ничему обучить нашу нейронную сеть, потому что мы просто не сможем сделать ни одного шага при помощи алгоритма градиентного спуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова